На территории Приморского края в настоящее время установлено 113 рубежей контроля фото-видео фиксации административных правонарушений. Они включают разные комплексы, это ваккорды, крисы и кордоны, которые работают каждый в соответствии с своими техническими характеристиками. В ближайшее время, до конца 2022 года, планируется установка еще 126 комплексов в местах повышенной аварийности на территории города Владивостока и всего Приморского края. Данные комплексы фиксируют различные административные правонарушения, в том числе непредоставление преимущества пешеходам, велосипедистам, либо другим участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении, естественно, нарушение скоростного режима, различные нарушения остановки стоянки транспортных средств, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора, а также выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Допустим, приборы, которые так называемые крисы, они работают на конкретную полосу движения и фиксируют именно одну полосу движения. Кордоны позволяют фиксировать полностью проезжую часть в обоих направлениях, как встречная, так и попутная. Декарты и Ваккорды, они также обладают свойством фиксировать полностью проезжую часть, и в том числе производить видеозапись административного нарушения, и чаще используются в местах именно фиксации нарушений непредоставления преимущества пешеходам, либо выезд на полосу встречного движения, либо проезд на запрещающий сигнал светофора, для того, чтобы собрать доказательную базу и, соответственно, принять решение о нарушении правил дорожного движения водителям. Зафиксировано транспортное средство. Ну, все-таки преимущественно это нарушение скоростного режима, то есть по всему Приморскому краю фиксируется большинство таких нарушений. Достаточно часто стали фиксировать именно нарушения за стоп-линию при запрещающем сигнале светофора. Не всегда люди у нас почему-то понимают, что при запрещающем сигнале светофора, даже при отсутствии разметки, нужно останавливаться возле таблички стоп, которая обязательно дублирует стоп-линию, расположенную на проезжей части. Ну и также непредоставление преимущества пешеходам. Участки выбираются в соответствии с повышенной аварийностью. То есть, естественно, проводится анализ и в местах концентрации ДТП, либо в каких-то других затруднительных моментах устанавливаются приборы той либо иной категории, в зависимости от того, какой результат мы хотим получить. Есть приборы, например, такие как парконы, которые фиксируют нарушение остановки стоянки транспортных средств. Так вот, по своим техническим характеристикам приборы фиксируют абсолютно все транспортные средства, которые попадают в зону их действия. Но, тем не менее, все постановления обрабатываются в ручном режиме, естественно, инспектор принимает решение, имеется у водителя нарушение правил дорожного движения, либо нет. То есть, если водитель стоит в зоне знака 327, остановка запрещена, то тогда, соответственно, под нарушение попадают все транспортные средства. А если транспортные средства стоят в зоне так называемой елочки, которая предусматривает, что транспортное средство должно стоять исключительно параллельно к краю прежей части, то в данном случае к административной ответственности привлекаются именно те водители, которые нарушили правила постановки транспортного средства. Кодексом Российской Федерации всем собственникам транспортных средств предоставлено право на обжалование постановления. Но в соответствии с пленумом Верховного Суда номер 20 четко прописаны варианты, при которых постановление может быть отменено. То есть, в случае, если, допустим, транспортным средством управлял не собственник, а какой-то водитель, который допущен к управлению транспортным средством, то, естественно, и лицо предоставляет этого водителя на рассмотрение жалобы, оно подтверждает факт управления транспортным средством, предоставляет соответствующие документы, то, естественно, постановление в отношении собственника отменяется и выносится в отношении лица, кто фактически нарушил правила дорожного движения. Вся информация поступает в специальную систему для обработки фиксации нарушений Центра фото-видео фиксации. Все, что касается скоростного режима, то в большинстве случаев, естественно, мы понимаем, что при таком объеме поступающих правонарушений по 10-15 тысяч постановлений ежедневно невозможно инспекторам обработать в ручном режиме. Поэтому приборы, которые фиксируют именно нарушение скоростного режима, они больше запитаны на автоматизацию процесса. Инспектор только сверяет госномер по возможности, естественно, марку транспортного средства и, соответственно, постановление зачастую выносится в автоматическом режиме. В случае, если вдруг прибор неверно считал государственный регистрационный знак и инспектор не заметил по каким-либо причинам, что произошла неверная идентификация государственного регистрационного знака, то лицо, которое получило штраф, также подает жалобу на постановление в связи с неверной идентификацией. И постановление, естественно, отменяется. Государственный регистрационный знак идентифицируется в соответствии с базой данной госавтоинспекции и привлекается уже собственник транспортного средства. За три месяца текущего года было вынесено более 370 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях за различные нарушения. На общую сумму более 130 миллионов рублей. И хотелось бы отметить, что более 124 тысяч постановлений оплачены лицами, привлеченными к ответственности, в добровольном порядке. Причем большая часть именно в период, предполагающий уплату штрафа с 50-процентной скидкой. В случае, если водитель, собственник транспортного средства не уплатил штраф в добровольном порядке, в установленной законом сроки, тогда в электронном виде второй экземпляр постановления уже направляется в службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафа, а лицо привлекается к административной ответственности по части 1 ст. 20.25 Административного кодекса. Неуплата административного штрафа в срок предусмотрен законодательством. Нет, именно по полной стоимости, потому что кодексом Российской Федерации не предусмотрено значение штрафа в размере половины суммы, то есть штраф в любом случае в постановлении прописывается в полном объеме, но, естественно, кодексом предусмотрена возможность уплаты штрафа со скидкой в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Ну, сейчас все нестационарные комплексы, как, в принципе, и стационарные комплексы, они принадлежат не госавтоинспекции Приморского края, а собственникам дорог. То есть именно собственники дорог в лице КГКУ Примгосавтонадзор определяют все-таки, где устанавливать эти комплексы, и в том числе и стационарные. Чаще всего такие комплексы устанавливались именно нестационарные в местах проведения дорожных работ, потому что перенастройка стационарного комплекса, она требует больше временных затрат, а нестационарный комплекс при наличии, допустим, ограничения скорость движения от 40 км, при ранее, да, заявленном, допустим, 80 либо 90, она позволяет быстрее фиксировать, то есть административные правонарушения. Хотелось бы все-таки обратить внимание автомобилистов на то, что временные дорожные знаки, в том числе и по ограничению скорости движения, они имеют свою силу именно такие же, как и постоянные. И если на участке дороги стоит информационный знак о том, что проводятся дорожные работы с ограничением скорости движения и с табличкой, что проводится фото-видео фиксация, все-таки водителям нужно придерживаться именно установленного временного ограничения дорожного движения. Ну, конечно, всегда жалобы поступают, люди всегда с чем-то не согласны. Кто-то считает, что действительно приборы установлены с нарушением, кто-то считает, что в их действиях отсутствуют нарушения. Ну, то есть различные жалобы поступают, но при этом все приборы, которые устанавливаются, они, соответственно, проходят поверку, они имеют сертификат соответствия, они имеют всю техническую документацию, то есть они соответствуют требованиям и ГОСТам, и устанавливаются они в соответствии с ГОСТами. Поэтому здесь сказать, что прибор работал некорректно, ну, достаточно сложно, так как есть вся документация. Ну, всегда приглашаем людей на рассмотрение жалоб, выслушиваем их позицию, и в случае, если человек действительно неправ, доказываем ему, что все-таки в его действиях имеются в состав административного правонарушения, если все-таки человек не согласен с нашим решением, то у него всегда есть возможность обжаловать его в суд, установленный в законном сроке. Весь смысл работы камер заключается в том, что камера фиксирует то, что можно зафиксировать в плане неоспоримости нарушения. Камера не фиксирует управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо управление транспортным средством, не имея при себе документов, необходимых для управления. То есть все это может быть выявлено только непосредственно инспектором, который стоит на дороге. Инспекторы у нас работают и выявляют административные правонарушения. Мы взаимодействуем параллельно друг к другу. Новые правила техосмотра уже на сегодняшний день вступили в законную силу. Действуют они с 1 марта 2021 года. Единственное, что постановлением правительства Российской Федерации действия диагностических карт, которые с 1 февраля по 30 октября текущего года окончили свои действия, они автоматически продлеваются. Это связано с ситуацией с ковидом в стране. В связи с вступлением в законную силу новых правил техосмотра, у нас полиция наделяется полномочиями по контролю за проведением технического осмотра транспортных средств категории М2 и М3, это автобусы. А также на них наделяются полномочия по государственному и муниципальному контролю и надзору за всеми пунктами технического осмотра в части проведения технических осмотров транспортных средств. Это будет как и раньше, по окончании диагностической карты водители обращаются на конкретный пункт технического осмотра и проходят техосмотр. Как и ранее, техосмотр проводится, проверяются все неисправности, которые должны отсутствовать, то есть водитель, пребывая на пункт технического осмотра, должен предоставить транспортное средство исправное в соответствии с ГОСТами, с перечнями неисправностей, которые указываются в правилах дорожного движения. Естественно, там есть некоторые правила по и корректировке фар, то есть как и ранее, проходят техосмотры, проверяются все необходимые пункты экспертом и все. До трудностей не должно быть, как и ранее, водитель должен был исправное транспортное средство предоставить на ПТО и пройти техосмотр. В чем может возникнуть трудность? В том, что он приехал и у него треснутое стекло, либо нет аптечки огнетушителя, или подтеки жидкости, там еще какая-то неисправность. Это не трудность, это нужно следить за своим транспортным средством, держать его в исправном состоянии и уж тем более пребывать на пункт технического осмотра с исправным транспортным средством. Наличие полиса ОСАГО у нас, как и ранее, является необходимым документом, который потребуем институтникам полиции водителя газом предъявить, показать. Поэтому ничего не изменится. Также будет требовать наличие полиса ОСАГО, будь то электронный документ, либо он будет бумажным наносителе. Это предусмотрено правилами дорожного движения. Сейчас ответственность за отсутствие техосмотра у нас предусмотрена только при перевозке пассажиров, опасных грузов. Но забегая вперед, с 1 марта 2022 года у нас наступает ответственность при управлении транспортным средством без техосмотров всего транспорта. Но это наступит только в следующем году. Все то же самое. Наличие документов, которые он должен предоставить, в том числе и полис ОСАГО действующий. Транспортное средство должно соответствовать техническому регламенту Табожного союза. То есть не должно быть дополнительных, установленных, без законных внесенных изменений. Ну то есть если есть на транспортном средстве какие-то изменения конструкции транспортного средства, оно должно быть узаконено, внесено соответствующим образом. Распивы однозначно не регистрируются. Если выявляются какие-то изменения номера шасси, номера кузова, то данный материал регистрируется в отделе полиции. И дальнейшая работа идет уже следственной оперативной группой в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Транспортное средство не регистрируется при этом, а проходит проверка, назначается экспертиза автотехническая. И после заключения экспертизы, если заключение эксперта говорит о том, что внесение, изменение номера кузова либо шасси не подвергалось, то человек приходит и уже в дальнейшем регистрирует.